Здравствуйте! В эфире «Среда героев» в студии Виктория Лобецкая и мой собеседник сегодня Фёдор Соболев, позывной «Сверелка», ветеран СВО. Фёдор, я вас приветствую, спасибо, что приняли наше приглашение и сегодня в нашу студию пришли. Первый мой вопрос. Всё-таки мы уже третий год в обойме СВО, Родину защищаем и победа будет за нами, мы неуклонно это повторяем постоянно. Конечно, когда мы едины, мы непобедимы. Да, ваш выбор. Каковы были аргументы для себя самого, как принимали это решение? Я это решение принял легко. То есть, мои два деда, один дед Фёдор, другой дед Фёдор, ну и я, соответственно, Фёдор, воевали с нацизмом. И я не хочу этих людей видеть здесь, на нашей земле. И я даже не сомневался, что я иду туда, сказал жене об этом. Жена, конечно, немножко подговаривала, ну то, что четверо детей. В том-то и дело, понимаете. Я вам и хочу сказать, как вот тоже решение принимали, это же дети, у вас их четверо на текущий момент, двое сыновей, двое дочерей, маленькая, двухмесячная. Она всё поняла. Когда я объяснил то, что, ну если я туда не пойду, на их территории воевать, а не на нашей, то, ну они же сюда могут прийти. И жена, в конце концов, она согласилась и отпустила меня. Знаешь, что вслед за вами отправился ваш брат старший? Да, да. Старший брат отправился. Он через три месяца после меня отправился в СВО, Министерство обороны. Вот он ваш брат. Я в Вагнер уходил, да. Это мой брат. Он отправился в Министерство обороны, в 155-ю бригаду. И на запорожском направлении он погиб, к сожалению. 4 июля 2023 года. Ну, я считаю так, ну как бы и мама наша так считает, что мы сделали правильно, мы сделали правильный выбор, что пошли туда. Ну и всё-таки мы не единственные в этой ситуации, которые там теряют родных и близких. Зато мы знаем, за что мы воевали. За что вы воевали? За свободу наших людей, за спокойную жизнь. За Россию. Ну, в итоге мы же здесь живём. Мы не то что должны, мы обязаны воевать за нашу страну. Фёдор, ну посмотрите, ведь Запад не успокаивается, поддержка продолжается, финансами накачивают. Пускай накачивают. Всё продолжается. Пускай накачивают. Мы же стойки. Когда нас поддерживают, все поддерживают, мы будем воевать до последнего. Хорошо. Вы отправились всё-таки на фронт, в зону СВО, не по линии Минобороны, а вы выбрали ЧВК «Вагнер». Я выбрал ЧВК «Вагнер», потому что это первое для меня, что подвернулось. Мы всё-таки делаем одну и ту же задачу, одну и ту же работу с Министерством обороны, с ЧВК «Вагнер». Всё мы выполняли для блага нашей страны, для блага нашего государства, для защиты наших людей. Там тоже есть подразделение. Вы в какое попали? Какие боевые задачи выполняли? Я попал в медгруппу. Я военврач, был хирургом. Сначала был фельдшером, потом командованием было принято решение отправить меня отучиться на хирурга. Я отучился на хирурга, поскольку времени у нас было в обрез, чтобы тяжело раненых бойцов оперировать на месте. Стабилизировать, ну как минимум стабилизировать, чтобы боец был транспортабельным и чтобы как можно много жизней мы сохранили. Я это успешно сделал. Но тем не менее у вас нет медицинского образования, а вы выполняли медицинский образование? Нет медицинского образования. Нет медицинского образования. Я считаю так, что каждый человек может это сделать. В тех или иных условиях каждый человек может, допустим, стать летчиком, стать хирургом. Главное иметь желание. Главное иметь желание, и чтобы каждый человек находился на своем месте. Вы сейчас уже в мирной жизни здесь, на родной земле, не подумываете ли о том, чтобы получить то самое медицинское образование, и быть может это вообще ваше призвание? Ну, учиться никогда не поздно. Как у меня мама говорит, век живи, век учись. Ну, вы очень неравнодушный человек. Один наш общий хороший знакомый поведал историю, когда вы ехали по одной из дорог Владивостока, и произошел один эпизод. И вы оказались в тот самый момент, и, собственно говоря, не зря. Расскажите нам, телезрителям. Да, мы поехали с семьей, с женой, с детьми, поехали на остров Попова отдохнуть. Ну, там была большая пробка. Ну, это, видать, знак судьбы такой был. Мы развернулись, решили проехать на набережную. На Океанском проспекте, пересечении Семеновской, Океанский проспект, у мужчины была остановка сердца. Я остановился. И поддерживая жизнь, вот, ожидал прибытия бригады реанимации. Провели определенные манипуляции, чтобы поддерживать состояние здоровья человека. Да, делали искусственное дыхание, массаж сердца. Вот. И вот эта вот женщина, спасенного мужчины, она сообщила мне то, что все нормально, выписали, поправляется. Ну, дай Бог здоровья, конечно. Здорово. Прям вот оказались в нужном месте, да, в нужное время. Что значит оказаться в нужное время, в нужном месте. Да. Вот давайте вернемся еще к тому моменту, когда вы все-таки отправлялись в зону СВО. Наверняка у вас были определенные эмоции, вы мыслили вот именно в определенном русле, потому что были подкреплены той либо иной информацией. Но это все было так, вот просто гипотетическое, теоретическое какое-то обоснование. А потом вы оказались там. Вот какова трансформация? Что в итоге произошло с вашим миропониманием? Ну, конечно, конечно. Ехал я туда с одним настроем, когда уже находился непосредственно на позиции. Это село Зайцево, недалеко от Бахмута. И когда начали прилетать в грады, непосредственно по госпиталю, вот, тогда я уже понял. Ну, и во мне все поменялось, то, что какая-то такая уверенность, которая была, мы им там покажем, конечно, это немножко страшно, когда уже по тебе непосредственно. Ну, и когда ездишь на эвакуацию, допустим, там раненых. Вам же необходимо их было вытаскивать? И пули это все, конечно, конечно. Там, допустим, если были такие случаи, когда тяжелый, он нетранспортабельный. Пока его не стабилизируешь, его нельзя трогать. И было и такое, что и по пять, по шесть часов под снайпером лежал. Тоже атака дронов, наверняка, тоже была. Дрон, да. Дрон мониторил надо мной тогда. Дрон мониторил, а снайпер стрелял. Ну, ничего. Да, вы прошли и выполнили успешно, насколько я понимаю, боевые задачи, возложенные на вас командованием на тот период времени. Расскажите, пожалуйста, о наградах, которые сейчас вот как раз у вас имеются. Ну, я имею... Вот у меня шесть наград. Награда за ранение. Награды бахмутская мясорубка. Вот. За взятие бахмута. За отлагу. Вот. И вот это вот у меня госнаграда. Так. Где вам... За храбрость. За храбрость. Так. За храбрость. Где вам ее вручали? Мне ее вручили в Луганске. Вот. Со всеми, конечно, поздравлениями. И с Луганска меня отправили, на тот момент я был 300, меня отправили в Краснодар, в госпиталь. Вы сейчас сказали, вы были 300, это какой-то вот... Я был ранен. Вы были ранен. Да. Прилетели грады. Ну, они же, они же как, они бьют из-под тяжка. И они вот подкараулили такой момент, когда мы передавали позиции Министерству обороны. И накрыли градами. Вы знаете, многие ребята, вот тоже из 155-й бригады, рассказывали, что не все среди мирного именно населения, вот уже на текущий момент освобожденных и наших российских новых территорий, позитивно восприняли приход русского солдата. Некоторые, знаете ли, вот затаили злобу, и что-то им не нравилось в том, что мы здесь оказались. Несмотря на то, что даже и понятны цели, по которым, собственно говоря... А это, знаете, ну, как бы, такое и у нас присутствует, да, как их называют иноагенты. И не всегда с мирным населением, конечно, там эвакуируют те, которые пытаются, скажем так, боевики ВСУ проскочить с мирным населением. И, как правило, они всегда начинают подстрекать, подстрекают население. Ну, вот такие люди, они долго не ходят, их отлавливают успешно. И, ну, каждый боец ВСУ, он получит свое наказание. Каждый боец, и подстрекатели тоже. Кстати, про наших, которые уехали в свое время, такое решение приняли, и иноагентов. Как вы сами для себя объясняете, ну, или просто вот рассуждаете, быть может, в отношении этих людей, у которых выбор именно вот такой? А я считаю так с этими людьми. То, что они уехали сейчас, вот сейчас, там, допустим, два года назад уехали, бежали. Да пускай они лучше убегут, и здесь их не будет. Не надо будет ждать, пока они там из-за пазухи камень достанут и кинут в тебя. Вот. Но они уже прекрасно для себя понимают, то, что дорога назад для них закрыта. И государством закрыта, дорога назад для них, и, в конце концов, простыми людьми. Она закрыта. Вы пришли не с пустыми руками, есть фотографии. Некоторые покажите нам и телезрителям, вот особенно вот эту вот большую, я так понимаю, это ваши бойцы, товарищи, но, увы, не все уже с нами. Ну, это товарищи, бойцы, это те, с которыми находился мой брат. От 150, от 155-й бригады. К сожалению, их уже нет. Конечно, печально. Хорошие парни были, ну вот. Но что сделаешь? Ну, война есть война. Да, боевые задачи нужны. Испотерь, к сожалению, не обходится. Не обходится. Так, еще что у вас есть? Самое главное, самое главное, это чтобы всегда нас, бойцов, поддерживали наши жены. Вот она. Это, я так понимаю, Лена. Лена. Соболева и Лена. Она меня поддерживала во всем. От начала и до конца. Она всю войну прошла вместе со мной. В чем это выражалось? Звонки, общение? Когда получалось, да, звонить, когда получалось в безопасной зоне. Она меня, конечно, она меня очень сильно мотивировала всегда, настраивала. Все будет хорошо. Да, действительно, так. Какая бы передряга не произошла, я оставался всегда в порядке. Она как мой ангел-хранитель. Еще какие-нибудь фотографии покажите. Есть где-то и вы, по-моему, вы показывали. Это моя мамуля. Мама ваша. Мама ваша, так. Да. Хоть, конечно, потеря старшего брата повлияла на это, но мамуля держится. И благодаря администрации города Спаска-Дальнего, у меня мама в Спаске-Дальнем живет, помощь их. Мамуля отлично как бы справляется со всем. И вот так же координатор Елена Сергеевна Шпанко, это общественные защитники. Она тоже очень сильно помогает маме. В любой момент, в любой момент она готова примчаться, помочь. Здорово. Ну, как бы бойцы не брошены. Ну, по крайней мере, родственники не брошены. Мы еще поговорим с вами об этой колоссальной поддержке. И еще какие фотографии есть, которые вот здесь вот тоже для вас, может быть, представляют ценности. Ну, я понимаю, что все. Да, они все представляют, да. Ну, ты что, покажите. Тут она какая-то побольше. Вот эти вот ребята, это друзья моего брата, боевые товарищи. Мной было принято решение, и мама поддержала. Отец, он не дожил до этого времени с ковидом. А мама поддержала то, что я решил брата похоронить здесь, во Владивостоке, на морском кладбище со всеми товарищами боевыми. вот, на аллее боевой славы все похоронены там. Какое решение вы приняли. Вот про поддержку вы уже так слегка касались этого момента. Опять же, много говорят о том, что именно с позиции государства, то, что сейчас сделается в отношении и действующих бойцов СВО, и ветеранов, и членов их семей, но это беспрецедентные миры. Создан отдельный государственный фонд защитники Отечества, куда можно обратиться в рамках позиции единого окна. И плюс работают волонтерские объединения и ребят из молодой гвардии. Да, собственно, и даже неравнодушные граждане подключаются к этому процессу. Опять же, как это объяснить? Такого раньше не было. Нет. У нас такое раньше было. Это просто все забытое. Это просто все забытое. Мы возвращаемся к тому, что люди начинают потихонечку, потихонечку, но они начинают понимать то, что наш девиз в России «Мы едины, мы не победим». Нас сколько пытались победить? Никому это не удалось. Никому это не удастся. Такие люди, вот, допустим, Дмитрий Анатольевич Святайлов с администрацией. Я когда с ним познакомился, это было на похоронах моего брата. И с тех пор, ну, если что-то как-то нужно, он всегда поддержит. Он всегда поддержит, он всегда поймет, он всегда поможет. Такие вот примеры, это, как, допустим, с лагерем для моего сына, с детским оздоровительным лагерем. Без проблем, помог. Другие люди, Артем, у него инвалидное общество, Ковчег называется, то же самое. Он помогает, хотя, ну, казалось бы, это просто, ну, чужие люди, да, посторонние. Он сам, Артем, он находится в инвалидном кресле, но он всегда поможет. Он всегда поможет. Обратись только, ну, мы же люди, мы все друг друга понимаем, надо только понимать, потому что, когда человеку нужна помощь, нужно ему помочь. Ну, и тоже не злоупотреблять этим. Ну, вы знаете, есть такая фраза, что не принято говорить о своей боли, не принято там отходить с протянутой рукой, надо, собственно говоря, чему помощь попросить. Все самим, сама может быть. Если что-то человек чувствуется, ну, конечно, там, если там подойдет попросить на булку хлеба, и тут же бегом в магазин за бутылкой водки. Ну, нет, конечно. А когда человеку реально нужна помощь, вдруг у него настолько тяжелое время, то, что, ну, ты ему отказал, а он от безысходности куда-то там что-то там сделал. Ну, это ж плохо, это ж неправильно. Или там, когда человеку плохо, вот он лежит, да, просто и такие случаи. А бывает сейчас очень много, люди проходят мимо. А, пьяный лежит. Да. Да как? Да вот ты подойди. Вы не пройдете? Убедись. Вы не пройдете? Я не пройду. Я никогда не пройду. Может быть, хоть он даже и пьяный, но ты подойди, узнай, хотя бы его подними и посади на скамеечку. Вот в этом ключе надо у нас людей воспитывать. Ребятам чеченской компании же так не помогали. Как? Ребятам, которые проходят СВО и возвращаются. Не помогали, потому что, ну, это очень печально, что не помогали. Я так думаю, что был бы Владимир Владимирович в те бы года, было бы все по-другому. Была бы и помощь тем ребятам, не было бы такого хаоса. Ну, сами понимаете. Ну, это было другое время, другие годы. Лично вы, какую помощь получили от государства или еще в процессе? Какие, может быть, документы вам необходимо еще получить? Мне, да, мне еще необходимо получить ветеранское удостоверение, потому что я еще не получил. Уже практически год прошел, но я еще не получил. Ну, и также парни многие не получили. Ну, это какие-то сложности или просто вот вопрос документов? Это, скорее всего, вопрос в том, что огромное количество людей и, конечно, постепенно там что-то выдается, а так по мгновению волшебной палочки у нас ничего не бывает и не появляется. Нужно просто ждать. Хорошо. Вы вернулись из зоны боевых действий. Ваш борт приземлился в аэропорте Владивосток и вот вы на родной земле. Психологическое ваше состояние тогда и даже вот по прошествии года как вы находитесь в родном доме? Вы знаете, я каждое утро просыпаюсь и первая такая мысль а в постели я нахожусь? Или в окопе, да? Или в окопе. Или в постели или в окопе. А если в постели, блин, ну в какой? Или в блиндаже там, ну как-то. И потом вот уже когда глаза уже открываю и понимаю, огляделся, супруга, доченька, там все, раз, все, успокаиваюсь. То, что я уже нахожусь дома. Психологически, конечно, это очень тяжело. Это очень тяжело, это очень сложно, но мне супруга, она заменяет психолога. Супруга и дети. Отлично. Чем вы занимаетесь сейчас в мирное время в родном? Сейчас я работаю в такси, ну потому что у меня еще идет реабилитация, я еще в процессе восстановления, вот, подрабатываю в такси, но... Ну какие-то планы на будущее имеют место быть у вас, как вы планируете? Ведь, говоря о поддержке государственной, существуют и программы переобучения, профессионального переобучения, и национальный проект профильный как раз, который поддерживает военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО. Знаете, вот я в свое время я отучился на повара-кондитера, я повар-кондитер, я водитель. Вот честно, смотрю я на вас и ваш образ вообще никак не коррелируется с поваром-кондитером, но все бывает. Да, да. Нет, я работал по специальности, но это еще в подростковом периоде. Вот, работал и кондитером, работал и пекарем, потом отучился на водителя, но водитель мне ближе, потому что у меня отец, он всю жизнь отработал водителем. И я свою жизнь только с этим связываю. Хорошо, Федор, остается еще небольшое количество у нас, две минуты до завершения эфира, вот режиссер сейчас сигнализирует про воспитание молодых. Патриотизм, это же тоже очень важная вещь. Патриотизм обязательно должен быть, он обязательно должен быть включен в школьные программы, обязательно, без этого никак. Воспитание детей, воспитание детей в школах, это обязательно должно быть, поскольку это только в этот период вкладываются познания. Нужно детей учить, оказывать первую медицинскую помощь, нужно людей учить, детей нужно учить, людей в том числе нужно учить, чтобы не пройти мимо не стар, не мал, а помочь. Помочь ту же дорогу перейти, как у нас раньше в советское время было. Подбежали, бабушка, вам помочь перейти дорогу? Ну, никто же мимо не проходил. Как-то сейчас не так. Есть, Патриотизм нужно закладывать. Слушайте, позывной «Сверелка» это вот откуда такое взялось? И не «Сверелька», и вроде как-то, вот именно что «Сверелка». Вы знаете, это была компьютерная программа, выдавала нам позывные. Мне достался «Сверелка». Что-то связанное с музыкальным инструментом. Чувствуется вот что-то такое музыкальное. Ну, наверное, вагнеровцев называют музыканты. Все понятно. Музыкант. Отлично. Ну что ж, благодарю огромное, большое вам спасибо. Федор Соболев, позывной «Сверелка», ветеран СВО, был сегодня гостем нашей студии. Это был проект программы в центре внимания «Среда героев». Спасибо вам и всего доброго, уважаемые телесрители. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова